Глава администрации Рязани Елена Сорокина разрешила застройку территории бывшего шпалопропиточного завода. Своё решение она озвучила в библиотеке Есенина на заседании общественного совета и подробно аргументировала, на чём она основывалась. Первое, самое важное, проект застройщика поддержали жители посёлков шпалозавода и борок. С людьми глава мэрии провела несколько встреч. На заседание в пятницу представители посёлка тоже пришли. Моё мнение насчёт застройки положительное, потому что все жители рады до безумия, потому что мы живём с баллонным газом, потому что у нас бараки. Прежде чем принять решение разрешить застройку, в администрации города провели полный анализ всех градостроительных документов и пришли к выводу, что реализация проекта законна. Действующим градостроительными документами, включая нормы права о зонах охраны памятников и ландшафтов, проект строительства не противоречит. В последнее время сама при поддержке специалистов, признанных экспертов, разбиралась в вопросах охранных зон в городе и возможного строительства на территории бывшего шпалозавода, а также тех проектов, которые с этим связаны. Это большой, серьёзный вопрос. Его чувствительность, я бы даже сказала, болезненность я особенно ощутила в ходе своих встреч. Позиция жителей, подтверждённая во время встреч в посёлках шпалозавода и борок, проекту быть. Проект надо реализовывать. Глава администрации также напомнила об экологической реновации бывшей промышленной зоны. Предлагаемый проект застройки, по её словам, может стать решением давно назревшей проблемы. Разговаривая с теми же подрядчиками, я задавал им тоже вопрос. Это и вывоз вот этих негативного всего накопленного вреда, и возможные какие-то перекрытия, ландшафт и всё остальное. Мы рассмотрели, там вот в разрезе всё было показано, никаких рисков нет. Вы знаете, моё мнение, что любое решение должно не норму права соблюдать, а именно работать на человека с перспективой развития, учитывать то, что не только сейчас, а через 10 лет будет. И здесь нельзя как бы, знаете, дублировать какой-то пункт, хотя ни одному пункту не нарочно, просто гипотетически, что если где-то что-то нарушено, там как бы чуть-чуть, да, там даже у суда есть такая позиция, как существенно, либо не существенно. И я как бы даже несущественных нарушений не увидел. Также Елена Сорокина рассказала об инвестициях, которые планируется вложить в развитие посёлков, включая газификацию, строительство социальных объектов, дорог и тротуаров, инженерных сетей, о реализации проекта общедоступной городской набережной и биосферного парка. Эти аргументы стали решающими для принятия мной сегодня положительного решения по реализации проекта в посёлке Шпалозавода. Постановление подписано. Заключила Елена Сорокина.